Тигр 131 Тигр 131 Тигр 131 Тигр 141 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 Я не могу сказать, что это имба, но танчик определенно чем-то прикольным отличается от остальных. ДПМ сравнительно для шестого уровня, ну, высокий и невысокий, но приятный, в 1850 единиц. Время сведения, конечно, ну, подгуливает, но разброс довольно-таки божеский. Короче говоря, ребят, вот по цифрам, честно говоря, особо пушечку не поймешь и не прочувствуешь. Давайте посмотрим на нее в бою, ну и посмотрим, что может эта машинка и стоит ли ее покупать. Я единственное, что сейчас быстренько, об этом я подзабыл перед началом обзора, я сейчас поставлю так, как мне это нравится. В любом случае я возьму себе амуницию, сейчас все это дело накидаем. Время перезарядки с дополнительной шоколадкой несущественно улучшается, соответственно, будем брать дополнительную канистру. Кинем, как я говорю, голды от балды, вот просто, чтобы было с собой в бою. Здесь добавим подвижности машинки, ну, и вот так вот переключим. Я играю на машинках, подобных с таким оборудованием. Как играете вы, напишите в своих комментариях под видео. Итак, ребят, погнали в бой и будем смотреть непосредственно машинку в бою в рандоме. Пока мы загружаемся в бой, хочу попросить каждого из вас, кто не является подписанным зрителем моего канала, подпишитесь, пожалуйста, по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я буду стараться радовать вас новым, своевременным, интересным, а главное честным контентом. Я всегда делаю исключительно честные обзоры на любую технику и на любые предложения в магазине. Эти обзоры никем не проплачены, не куплены и не являются рекламой. Итак, ребят, погнали. Теперь посмотрим, чего машинка может. Я, честно говоря, с учетом того, что один тяж в игре, сейчас посмотрю, кто куда двигается. ПТ-шки едут с нами. Окей, хорошо, попытаемся отыграть вместе с ПТ-шками. Давайте сразу заценивать подвижность. Как для тяжа, машинка едет вполне бодро. Я не ощущаю себя прям еле едущей машиной. Ну и, соответственно, это не доставляет мне абсолютно никакого дискомфорта. Я имею в виду ехать. Скорость набирает, в принципе, не сильно быстро, но довольно уверенно двигается на своей практически максималке. Итак, встретили первого врага. Вот время сведения, как я говорил. Оно по цифрке довольно-таки неприятное было, как вот по предположению должно было быть. Но его в бою хватает, понимаете? Почему я и говорю, что необходимо многие вещи заценивать непосредственно в самом бою. Потому что заценивать орудие или что-либо другое по машине, там, бронирование, исключительно по тому, что написано у вас в ТТХ по технике, ну, это не совсем справедливо по сравнению, ну, по отношению к самой машине. Одна машина и вторая машина друг другу рознь. Одна с более худшим бронированием, время перезарядки будет переживать тяжелее, вторая легче. Ну, короче говоря, цифры могут быть одинаковые, а восприятия и ощущения в бою совсем могут быть разными. Я не могу сказать, что, как я говорил, машина имба, но отыгрывает она довольно неплохо. Мне, честно говоря, Тигрик всегда нравился тем, что на нем комфортно играть. Тут, ну, пушечка довольно-таки точная, подвижности хватает. Да, немножко не хватает, конечно, возможности как-то рикошетами, да, там, отбиваться от кого-то. Но, я имею в виду ромбовать, да, там, то есть принимать как-то непробитие. То есть в этом отношении далеко не имба. Но, в целом, машинка играется довольно-таки приятно. Вот сейчас бой пролетел, мы остались живы, да, нас пробивали, как вы видите, но машинка-то выжила, и кое-чего для победы, в принципе, мне кажется, получилось сделать. Для шестого уровня машина отыгрывается довольно неплохо. Безусловно, против семерок он играется гораздо хуже. 1440 единиц нанесенного урона, куча всяких там медалек, дребедений, знак классности третьей степени. Что касается фарма, 17900, давайте будем говорить 18. Но, ребят, учтите, что этот фарм, он был с учетом медальки, которая была нами получена, и с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт без, ну вот, а, уже закончился премчик, извините. Тогда получается, да, вот, 18 тысяч серебухи без према. Я был уверен, что время действия аккаунта премиумного еще у меня идет. Итак, давайте забросимся еще в одну каточку, посмотрим, насколько танчик будет настолько же результативным. Возможно, хуже, возможно, лучше, возможно, точно так же отыграется сейчас. Но и это нам даст плюс-минус хоть какую-то, пускай и не полную, но все же улучшенную полноту картины по данному Тигрику. Как я уже говорил, у меня от данной машинки исключительно позитивные впечатления. Мне она очень нравится. Мне очень нравятся Кура Мурамины. Это, в принципе, тот же самый Тигрик, только немножко перерисованный, там, дофанинный в японском стиле, и с определенной озвучкой японской, которую невозможно, к сожалению, отключить, и меня это немножко раздражает. Но сам Тигр машина очень приятная на своем уровне. Так, вот Тигр 131-й против нас выехал. Ну и вы видите, как мы выглядим сами у себя в прицеле. Два Тигра, конечно, уже, ну, существенная, существенная сила в бою. Мне надо прятаться потихоньку и, ребят, сидеть, пасти задних, потому что, к сожалению, у меня, ну, прям, не очень много запаса прочности осталось. Так, пытаясь немножечко поотсиживаться, попытаясь немножечко кого-то там, вот, подцеплять где-нибудь в прострельчиках каких-нибудь. Благо, что точность орудия, в принципе, позволяет такими вещами заниматься. Ну, вот, допустим, вот сейчас. Жаль, не довернулся к вас, можно было бы кинуть ему с уроном. Но, так или иначе, хотя бы получилось показать точность орудия. Что касается углов склонения, ну, углы склонения, как бы, не конек Тигра, вопросов нет. Но, в целом, где-то как-то вот выдвинуться вот в такую позицию, с которой понакидывать, у вас будет получаться довольно часто. Продавили наше направление, к сожалению, я здесь остался один. Меня явно сейчас доберут. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Ну, и досмотрим с вами в любом случае бой. И попытаемся заценить машинку в отношении того, а стоит ли на нее тратить кровную голду. Я буду сопротивляться, безусловно, до последнего. Последнее придет ко мне очень быстро, как я чувствую. Ремки у меня нет. Ну, и, соответственно, сейчас меня будут добирать братья, куда только бог пошлет. Ну, вот и все, в принципе. Для победы в данном случае я сделал все, что мог. До последнего сопротивлялся. Сделал один фраг. Да, безусловно, в начале боя выехал, как последний олень, прям под раздачу. Но и, честно говоря, поддержки на данном направлении у меня особой не было. Уж больно быстро ребят разнесли. Досматриваем бой, ну и будем обсуждать машинку. Итак, друзья мои, закончился бой, к сожалению, закончился поражением. Мы нанесли 1530 единиц урона, сделали один фраг. Я считаю, это заслуженный фраг. Мы действительно сопротивлялись до последнего. Не очень большой фарм, ну, я бы сказал, его отсутствие даже. Мы заняли второе место по урону и довольно неплохо отыграл наш союзник. Я с удовольствием поставлю ему лайк, потому что парень действительно держался до последнего. Я уважаю таких бойцов. Теперь давайте будем обсуждать вопрос покупки тигра 131 за 2000 голды. Я вам скажу так. Машинка очень классная, очень фановая. На ней действительно приятно играть. Не все 100% боев у вас будут получаться супер результативными. Эта машинка не для фарма. Эта машинка ради удовольствия просто зайти и поиграть. Он действительно довольно неплохо бронирован. Да, не имбово бронированный. Да, не имбово скоростной. Но что-то классное и приятное в машинке есть. Если бы у меня не было этой машины ни на одном из моих аккаунтов, я бы однозначно сейчас потратил 2000 голды для того, чтобы приобрести себе эту машину. Потому что я периодически люблю запрыгивать на 6 уровень и получать там удовольствие. Но не все же только на десятках кататься. Но это было мое честное субъективное мнение. Ребят, если вы с ним не согласны, у вас есть чем аргументировать. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое впечатление по тигру 131. И напишите, стоит ли, по вашему мнению, приобретать данную машину или нет. И в случае, если да или нет, обязательно напишите, почему. Почему у вас об этом прошу? Да потому что ребятам, которые сейчас пытаются определиться, а стоит ли ее брать, однозначно хотелось бы услышать аргументированное мнение, для того, чтобы принимать взвешенное решение по данной теме. А на данный момент у меня все. Возвращайтесь на канал. Подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно за это благодарен и рад абсолютно всем. Спасибо большое всем тем, кто уже подписался на канал. Вы сделали огромное-огромное должение мне и развитию моего начинания. Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия. Субтитры создавал DimaTorzok